Ракета Falcon 9 вывела в космос первоизраильский лунный зонд. Космонавтика 52922F. 2019 сложность 2.3. Ракета Falcon 9 вывела в космос первоизраильский лунный зонд. Ракета Falcon 9 успешно стартовала с космодрома на мысе Канавирал и вывела в космос индонезийский геостационарный спутник связи. Нью-Зантара Сату, ПСН 6, экспериментальный спутник ВВС США, С-5, а также израильский посадочный лунный аппарат это первая в истории Израиля межпланетная станция, а также первый в истории случай, когда к Луне отправляется зонд, созданный на частные средства. Старт состоялся в 4.45 по московскому времени, а в 5.19 лунный аппарат отправился в самостоятельное путешествие. Первая ступень ракеты, для нее это был уже третий пуск, она дважды летала с авиабазы Вангенберг в июле и октябре 2018 года. В 4.57 успешно села на морскую платформу ОАФ в Атлантическом океане. Посадочный лунный зонд «Берешит», запятая первое слово книги «Бытия», в начале, частный лунный аппарат, разработанный израильской некоммерческой организацией «Спейсилл». Первоначально его создатели планировали претендовать на победу в конкурсе «Гугл Лунакс Прайз». Однако этот конкурс был фактически закрыт из-за того, что никто из претендентов не уложится в отпущенный срок. Однако создатели «Спейсилл» не отказались от своих планов. Им удалось собрать около 50 миллионов долларов за счет привлечения средств венчурных фондов и меценатов, построить сам аппарат и получить место на ракете для него. Аппарат располагает собственными двигателями, которые позволят ему самостоятельно покинуть околоземную орбиту и выйти на траекторию перелета к Луне. Скорее всего, после посадки на лунную поверхность модуль еще раз включит двигатели и переместится на дистанцию не менее 500 метров от места касания. Требование совершить этот маневр содержалось в правилах конкурса. Google Lunax Prize Взлетная масса аппарата составляет 585 килограммов, из них 435 приходится на топливо. Зонд оборудован приборами для измерения магнитного поля Луны. Кроме того, NASA предоставила уголковый отражатель для лазерной локации. Также аппарат несет на борту цифровую капсулу времени, которая содержит данные об израильских культурных и исторических артефактах. Прелунение запланировано в апреле 2019 года, в районе моря Ясности. Первоначально, Space Hill подписала контракт на запуск с помощью ракеты Falcon 9 со стартовой площадки на авиабазе Ванденберг. Однако затем условия были пересмотрены, и лунный аппарат стал вторичной нагрузкой со спутником PSN 6 тоже на ракете Falcon 9. Ведь только на этот раз запуск планировался с космодрома на мысе Канавирал. Сергей Кузнецов Субтитры создавал DimaTorzok